Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Гимс и опять я на аккаунте Бухалыча. Вы видите, я собрался на рейд Выжившего, у меня есть два бесшумных оружия, это ВСС Винторез. Также сейчас я принимаю душ и когда я зашел на этот аккаунт в надежде, что меня грабили. Конечно все думают, что грабили это плохо, а я всегда жду его как повода сходить на антирейд и принести что-то, что-нибудь интересненькое. Поэтому в этот раз я не дождался рейдера, а просто думаю, проверю я задания рейдеров, что стоят у меня на базе. И вот такой вот маленький сюрприз меня ожидал. Все задания выполнены, это означает, что похоже мне сделали небольшой подарок. Поэтому я не могу не согласиться пойти на рейд, нажав завершить. Нажимаем завершить и у меня репутация 9. Посмотри на карту, я поставил отметку, не забудь взять с собой рюкзак, инструмент и пушку побольше. Также давайте посмотрим, что есть у меня. Вот это мне в принципе нужно оставить на базе. В связи с тем, что максимально нужно большое количество мне ящиков, свободных клеток при рейде. Надеюсь, что конечно база вообще будет без единого стены, но взял на всякий случай с собой два топора и думаю, что мне их хватит. Но бывало такое, что конечно же двух топоров и не хватало. По точным координатам легко найти нужное место. Показать, это Tommy09, это уже Tommy, потому что до этого постоянно был плеер какой-то, а Tommy это уже в принципе неплохой. 9 репутаций и уже первый нормальный ник у Бухалыча. Давайте. Бухалыч сейчас заходит в Tommy09 и окей, let's go. Сейчас начнем рейд и базу. А пары есть, в SS есть. Так, приехали мы к чоппере. Давайте я запомню сразу, что чоппер у меня стоит в правом углу. И в принципе база вот, означает то, что здесь нету стен. Давайте обойдем всю базу, посмотрим с какой лучше стороны. Посмотрим насколько чоппер у него завершен. Ну в принципе завершен, но не до конца. Да, но завершен. И поэтому, что, да, давайте начнем лутать. Мне кажется, что хватит мне открыть все ящики, которые здесь есть на этой базе. Давайте начнем с первого и закончим. О, давайте возьмем каменных блоков немножко. Может быть когда-то и пригодятся. Конечно же, если что-то будет интереснее, мы их заменим. Итак, ребят, это дубовые доски и карта С. В принципе, это меня не интересует. Я поднял уже три ячейки шума, поэтому сейчас уже прибегут. Вот они, бегут. Бегут доброжелатели, которые хотят навредить мне, помешать рейду. Поднял шум. Интересно, чем он открывает эти ящики. Наверное, монтировка или шумит, бьет, барабаны. Ну не знаю. Это золото, это стальные, железные. Вот такие пластины и металл. Ну, конечно же, еще раз повторюсь. Если найду что-то более ценное, обязательно поменяю назад. Ну, конечно же, обменяем. Здесь есть еще два скрытых ящика. Мы их тоже залутаем. Итак, вот, бензин это то, что мне нужно. Гвозди, в принципе, нет. А вот алюминий, алюминиевые слюдки, это заберем. Что здесь еще есть интересного? Медная руда. Медная руда это то, что можно добыть буквально через 10 минут фарма. Поэтому я брать ее не буду. Если, конечно, у вас вышка не открыта, то медная руда это... О! Это вообще зашибись. То медная руда для вас, как манна небесная. Доступа к зимних локациям нету. И поэтому... Ну как? Здесь. С медной руды можно сделать медные слюдки. Улучшенный плавильный. Так что. Заливаем это, выбросим. Бак. Это тоже заливаем. Здесь 18. Вот это оставляем. По любасу заберем с собой вот это. А с этим давайте мы еще повременим. И посмотрим, что можно будет добавить, забрать, убавить. Ну то есть, все то, что... Конечно, вот я немножко таки не подумал. Можно было бы вообще идти без брони. В надежде на то, что брони найду здесь. Если бы я знал, что здесь будет броня вот такая вот, то я бы вообще пошел голым на рейд. И вот это точно возьмем с собой. Там где-то я видел еще немножечко изоленты. Добавим, чтобы был целый стек. А стек нам нужен. Изолента для крафта топоров. Да? Задание райдеров. Ну как вы знаете. Ну вот такой вот лут. Но это же еще не конец. Еще вот сколько ящиков есть. По очереди, не нарушая традиции, открываем очередной ящик. Гля, это же М16, ребят. Лопата, разрушитель. Это все, все, все мы забираем. Сейчас еще выстрелим этот ВСС-винторез. И обязательно, обязательно заменим его на следующий. Еще освободил одну целую ветку для лута. Катану мы возьмем вместо бутылки. Лопата. Не знаю, нужна ли мне вообще лопата. А вот боты целые мы бы взяли. Да, блин, конечно. Боты целые. Вместо чего? Вместо этого золота. Золотой слиптой. Ну давайте вот так вот. Почти сад брони. Остались только штаны. Ну штаны можем вот эти взять. Ну вернемся к ним пока попозже. Давайте откроем очередной ящики. Посмотрим, что же там за лут меня ожидает. База попалась крутецкая. Потому что здесь все. Ну блин, вот еще двое штанов. Я бы забрал их, если было бы куда. Знак. Неплохое оружие. Но лопата в принципе 26 урона. 0,7 скорости. И здесь о единице. В принципе лопата лучше оружия, чем вот этот дна. Там еще одна лопата была. Может быть и стоит их забрать. Это неплохо. С двумя лопатами можно не одну локацию зафармить. Ну, это однозначно мы забираем. А это сейчас мы перенесем. Вот как раз для степа железа. И болты наверное мы оставим. Так как у меня и генератор, и чоппер собран. В принципе, я думаю нет смысла нести с собой болты. Вот так вот сделаем. И возвращаемся. Алюминиевые пластины тоже, я думаю, зачем они мне лучше. Конечно же стальные. Или может наоборот. Алюминиевые слипки оставить. Ну вот эта дилемма постоянно терзает меня. Что же лучше взять. Но я беру то, что именно мне нужно для выживания в ближайшее время. А не потом. Поэтому, например, что взять лучше. Железные пластины, например. Или болты. То я выберу железные пластины. Потому что с помощью железных пластин. Можно же, конечно, отстрахтить себе одежду. А болты, в принципе, нужны. Может быть для крафта в будущем чего-то крутого. Но пока, пока они не нужны. Они лежат мертвым грузом. Вот такие ингредиенты, как доска, хвостик. Это то, что нужно будет сразу. И остальные пластины. Не знаю. Тут штаны хорошие. Может быть просто одеть их. Пока у меня надбитое все. А здесь одеть целое. В принципе, придет же последняя эта волна, ребят. Это оставить и взять что-нибудь ценное. Намного ценнее. Луки точно брать не буду. А вот лопаты можно будет. Попробовать залутать. Где-то еще одна лопата. Этими лопатами можно доформить не одну локацию. Кто мне здесь? Давайте штаны оденем. Хотя защиты немного меньше. Но я думаю, что эти штаны продают. Служат не на много дольше. Открываем очередной ящик. И в принципе, уже на следующей атаке прибежит, по-моему... Ух ты, гля. Вот это тоже можно будет забрать. Лопаты, ребят. Видите лопаты? Лутайте лопаты. Катаны. Вот настало то время, когда нужно выбирать. Вместо чего лучше взять. Конечно же, лопаты возьмем вместо топоров. Топоры, в принципе, крафтятся не очень сложно. И их нужно оформить на задание. Даже если они вам не нужны, все равно вы должны закрафтить пять целых топоров для задания. Поэтому топоры мы оставляем. Потребностей в них нет. Пока что. Ну, здесь мы можем только навредить. Так. А вот так. Выпить алкоголь. Нагадить ему ящик. Закусить это все вяленым мясом. Топить алкоголь. Пилка. Закусить все вяленым. А, опять. Сделаем мини-праздник для своего горюшева. Вот такой вот. Лутецкий. Давайте посмотрим на этот крутецкий лутецкий. Конечно, жалко оставлять здесь топоры. Ну, что сделаешь, ребят? Что сделаешь, что не сделаешь ради рейда? Ради рейда. И, в принципе, я завершаю свой рейд. Вот сейчас еще сюда загляну. Ага. Они не делают повершивки, что делает Михалыч. Потому что не прячут свой лут именно там. У меня же база, конечно, можно залутать везде. Все. Интересно. Давайте закончим. Пойдем делиться с рейдерами. Они же ждут. Пока им привезут что-то интересненькое. Подумайте, алюминиевые слитки и алюминиевые пластины послужат неплохим вознаграждением для рейдеров. Хотя, давайте посмотрим. Может быть, они на этот раз будут немного жаднее и потребуют намного круче. Не знаю, блин. Нужно было не тратить топливо. Энергия куча. Давайте отправляемся. Мы приближаемся. У меня появился вот такой вот значок. Надеюсь, скоро придет ко мне рейдер и их грабит базу. Так, вот. Репутации 9. Что? Как я и говорил. Неплохо, но можешь и когда хочешь. А вот так. А вот так. Вот похоже на правду. Я тоже так думаю, ребят. Что похоже на правду. Что я вот такой вот добрый отдаю вам вот это все. Даже можно оставить это. Ну, так как я сверх добрый человек, оставляю райдерам намного больше навара, чем они заслуживают. Давайте подтвердим, поделиться и ждем. У меня будет еще больше репутации, еще круче базы по наводке. И вот такое вот интересное получилось видео. Давайте посмотрим чистый мой навар. Не считай то, что за правильный чоппер. Это разрушителем 16, заболит еще одна М16. 4 целых лопаты, 2 татаны. Ну, в принципе, этот лут можно назвать очень хорошим. И он послужит нам еще долго в фарме красных и оранжевых локаций. И будет служить неплохим вознаграждением за те задания, которые мы прошли. А вам, ребят, я советую поставить лайкосик под этот видосик. Не забыть подписаться на канал. И спасибо вам всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok